Здравствуйте, мальчики и девочки! Привет! Сегодня очередной выпуск про попугая. Ура! Чтобы птице было весело, сделали ей вот такую штуку. Капошилка. Капошилка. Так, из чего она состоит? Тут цветные бумажечки, кусочки кожи, коротенько нарезаны, чтобы она не запуталась в них. Кожа такая, минимально крашеная, да? Да, да. Ну, там есть какие-то блестки, но они не снимаются. Так. Кусочки бамбука, тоненькие, совсем бамбуковые такие плетеные штучки. Деревяшечки, пуговицы. Очень любит с пуговицами играть. Бусинки деревянные, пластиковые. Кусочек это банкси, это шишки. Еда, пробковое дерево еще. Вот такие штучки для кроликов используют в клетке наполнитель. Но она тоже их любит грызть, как оказалось. Они нейтральные, они как бы пищевые. Единственное, что вот эти бусинки, они не должны быть острыми. То есть, ни в коем случае не стеклянные. И пластик здесь нужен не любой, как бы. Это от ее старой игрушки бусины. Вот, это от игрушек именно попугайских. Да. А вот видите, кстати, как их... Да, разгрызло. Да, разгрызают попугай. Крашеные палки я не люблю, потому что, когда их моешь, остается краска. Но так как они вроде были сделаны для птиц, поэтому мы даем, рискуем. И тут всякий микс зернышек, сушеных овощей, все, что для попугая, такой корм сухой, тоже сюда насыпало. А еще кусочки кальция, вот белые кусочки, это кальций. Это кусочки каракатицы, да? Да, скелеты каракатицы. Они продаются в зоомагазинах. А по поводу дерева. Вот здесь у нас банк, все кусочки эвкалипта, вот я вижу. Это мы из леса взяли, отмочили, сколько, двое суток отмочили, да? Да, и на солнце еще продержали. Потом кипятком, да, их отдали, чтобы, мало ли, какие тут могут быть паразиты. По поводу именно дерева. Вот банк, все можно попугаем. Эвкалипт можно попугаем. Это дерево, я не знаю что, но так как это было попугайское, значит и можно. Это от игрушки, от лесенки старой. Какие могут быть деревья вредные для попугая? Вот хвойные деревья, я знаю, в России дают. Их можно давать, шишки хвойные, все. Но проблема в том, что у них смола. В самом дереве находится смола, и у попугая могут перья, клюв очень сильно слипнуться, и потом ничем не отмоешь. Поэтому лучше не давать. По поводу корма, например, вот люди дают авокадо, там. Ни в коем случае, авокадо, кофе, с семенами вообще надо быть очень осторожны. Семена, ни яблок, ни груш, ни слив, вообще никакие семена не давать. То есть они могут быть ядовитыми? Они ядовитые для попугая, да. Поэтому перед тем, как дать, допустим, тот же огурец попугаю, вот вы уверены, что он для вас хороший, будьте любезны погуглить и выяснить, не ядовитый ли этот огурец для попугая. Ну, огурцы, насколько я знаю, не ядовитые. А огурцы не ядовитые. А вот авокадо ядовитые. Авокадо смертельно ядовитые. Что еще может быть? Вот косточки, да, фруктов там всяких. Да, с косточками. Если яблоко даете, убирайте косточки. У нас был арикет, он был умный, он косточки сам выкинул. Он не стал их есть. А если попугай совсем домашний и не знает, что такое, он может по ошибке съесть. Лучше не надо рисковать. О, попугай дербанит. Это у нас веревочки, просто цветные бумажки. Вот будет чем заняться птице днем, потому что иначе она будет кричать, нервничать, или просто уйдет с себя, будет сидеть загнанно. А так попугай веселый, очень общительный, ползает постоянно по клетке. Ну, пожалуйста. Потом где-то часов в 11 дня начнет кемарить, поспит немножечко, сколько там, час-полтора, да? Час, как обычно. Вот, а потом начнет разговаривать. Жара, смотри, какая капошилка, смотри, какая штука. Смотри, какая. Поставить тебе на верх клетки, будешь смотреть, что там? Смотри, тут твои игрушки, бусины. Давай поставим тебе сюда пока. Посмотри, что здесь. Иди, посмотри. Посмотри, что там. Смотри. А, какая красота. Иди, смотри. Миска незнакомая для нее, поэтому она насторожилась. Теперь будет долго зависать, пока поймет, что это такое. Потом пойдет изучать. Так. Так. Нет, ты смотри. Ну, там же интересно. Одним глазом туда заглядывает. Так, ну-ка. Всегда проблема здесь снимать, потому что против света. Ага. Так, так, так. Попробовала миску. Попробуй. Никаких нельзя. Никаких нельзя. То есть, если она хромированная, то нежелательно. Пока что ее больше интересует миска, чем наполнение. Ничего, будет копаться. Ну, вот они всегда боятся всего нового, изучают. Взяла пуговицу и подальше. Не видно сейчас. В лапу взяла пуговицу. Развлекается. О, уронила. Она уже умеет спускаться вниз вот по этой лесенке. Мы вообще сделали эту лесенку для того, чтобы она поднималась, если вдруг слетит на пол. Так, как крылья у нее подрезаны. Но иногда вот бывает хочется полетать, и она так мягко приземляется вниз. И вот она идет потом обратно по этой лесенке, по жердочкам. А сейчас она научилась уже сама спускаться. Если вот что-то уронила, типа пуговицы, идет, спускается, берет и залазит обратно. Клетка, как видите, открыта, потому что уже нет смысла закрывать. Но вот эта дверь обычно у нас закрыта. Открыта только вот эта часть. Вот сейчас, может быть, не видно. Вот я руку просовываю. То есть эта дверь вообще у нас заклинена, она никогда не закрывается. Мы долго приучали птицу жить в открытой клетке. Сначала запирали на ночь. Вообще вот когда только привезли попугай, да, она сидела у нас сколько, где-то... Неделю. Вообще в клетке закрыта. Вообще в клетке закрыта, а неделю, чтобы привыкнуть к нашей движухе. Вот, потом мы открыли вот эту дверцу только днем. На ночь мы ее загоняли туда вовнутрь и накрывали сверху одеяльцем таким маленьким. Типа полотенце, да. Потом стали это полотенце все меньше и меньше. То есть то она закрывала полотенце аж вот досюда, вот всю эту половину с утра открывали. Потом сделали вот так и вот так, так. И в конце концов полностью убрали полотенце. В итоге сейчас птица уже знает, как в восемь часов вечера она идет вот на эту жердочку вот внизу, где она раньше сидела и ждала, пока ее откроет. И на этой жердочке спит. То есть вот в восемь часов уже мы слышим, клювом начинает шкрябать. Это значит, что у ней такой комфорт наступил. Почему говорю она? Потому что это у нас девочка. И вот сидит, спит. И поэтому мы не закрываем. До этого мы закрывали вот эти шторы. Чтобы попугай не боялся, мы говорили полундра. Предупреждали как бы. Да, он знает слово полундра. Это значит, штора вот эта закрывается. Вот полундра. И для того, чтобы ночью не было криков, не ночью, а утром на рассвете, мы закрывали эти полностью. Вообще все вот эти окна были закрыты. Потом начали потихонечку открывать это окно большое. В конце концов добились, что она уже знает. Если, допустим, утро, то кричать нельзя где-то до полвосьмого, до 7.30. Потом уже начали потихоньку приоткрывать эти окна. Вот другие два. И в итоге сейчас уже добились того, что птица не кричит по утрам, сидит, ждет до полвосьмого. То есть потихоньку, потихоньку и можно. Так вот, только надо терпение. Это сколько же у нас времени ушло на это? Месяца четыре, наверное? Да, четыре месяца. Да, и сейчас 7 месяцев уже взрослеет. Да. И потихоньку учатся. Мы когда взяли из питомника ее, она не могла даже сидеть на веревочке. Я не помню, в предыдущих видео говорил или нет. То есть она не умела держать даже равновесие. Видимо, в питомнике были только палки. Вот, уронила. Мы специально убрали отсюда решетку внизу, чтобы она могла спускаться. И все, что уронила, грызь. Вот там, видите, погрызена мелкая-мелкая. Вот это все она настрогала из вот этих палочек. Как я уже говорил, здесь свет очень плохой, потому что сзади светит сильно солнце. Но, к сожалению, так вот случилось. По-другому здесь нельзя. С ногами туда не залазит, пока так берет. Ага, боится. Ну что, привыкнет и пойдет туда копошиться уже полностью. Единственная проблема с этим попугаем, с этим видом попугаев, они не дают трогать их. То есть они спокойно садятся на руку, на палец, на плечо, на плечо. Очень игривая, дружелюбная, да, но трогать нельзя. Вот гладить, например, не получится. А так берет с рук, конечно, все как положено. Ну вот, а тебе так хочется. О, это мой таймер. Я набираю воду в пруд, включил кран и завел себе, чтобы не забыть. Вот у меня тут какая красота набирается. Попугаев в доме, это знаете, как свинья в доме. Все вокруг разбросано, мокрое. Но мокрое это мы купали его. Здесь творится, что это ужас просто. Все, видите, пылесосим, пылесосим каждый день. Они все равно тут такой бардак. Жора, я знаю, ты занят. Иди-ка, Степа. Молодец. Нашла, нашла штучку вкусную, да? Грызет теперь, сидит. Ну, грызи мне на плечико, пойдешь грызть? Давай, расскажи, что им вредно. Да, быстренько по списку пробежусь. Пробегусь. Шоколад нельзя ни в коем случае. Содержит кофеин, это опасно. Ну, алкоголь, это понятно, это никакому животному, даже человеку. Ну, народ ради фана, понимаешь, по фану иногда наливает своим. Так, дальше. Нельзя давать кофе, чай, газировки. Кофеин вызывает эротмию и нарушает работу сердца. Ну, это у всех, да. Да, это у всех, даже у попугая. Виды человеческой еды, особенно жирная, соленая, копченая, мясные продукты. Да, соль вообще нет. В большинстве своем попугаи веганы, так что не кормите их мясом. А человеческая слюна, я знаю, что очень многие любят давать изо рта там семечку или какой-то кусочек, откусывают яблоко от того же и дают в клюв. Ни в коем случае нельзя. Человеческая слюна содержит очень много бактерий, ядовитых для попугая. Вот так вот, понятно? Так что лучше так не делать. Авокадо, мы уже говорили, нарушает работу сердца вплоть до полной остановки. Это смертельно опасный продукт. Так. Лук и чеснок. Анемия и раздражение клюва. Ни в коем случае. У меня тоже лучше, да, большими дозами. Соль. Соль уже говорили, да. Если птица съест чипсы или попкорн, может начаться сильное обезвоживание, отказ почек. Так что ни чипсы, ни попкорн, ни в коем случае не давайте даже маленькие кусочки. Косточки от фруктов, мы уже говорили, яблоки, персики, груши, сливы. Все содержит цианид. Да, вот, кстати, цианид. А, кстати, про соль. Я часто вижу такое, что да, мы же чуть-чуть совсем дали. Ни в коем случае. Вот прямо чуть-чуть, да. Даже чуть-чуть, может попугая убить. А нам надо? А другие говорят, да мы раньше давали, все было нормально. Ну, да пора до времени. Понимаете, он-то не жалуется. Да, тогда дело, вы не видите, насколько ему плохо на самом деле. Вот тоже. Вы увидите, когда ему плохо, когда он уже будет все, уже вниз башкой висеть и падать с ветки. Вот тогда уже будет поздно. Поэтому не экспериментируйте. Да. Дальше. Любые сахарозаменители. Ну, понятно, сахар, да. Сахар, это чисто вот фруктовые, яблоки, арбуз, да, можно давать. Виноград в больших дозах. Для многих попугая, фрукты и овощи, содержащие железо, тоже опасны. Комнатные растения. Мы уже говорили про это. Некоторые виды деревьев тоже. Но деревья, у нас в Австралии одни виды деревьев, в России другие. Поэтому лучше прочитайте список тех деревьев, где вы живете. А, кстати, по поводу винограда, вот я добавлю, что изюм можно давать, но в очень маленьких дозах. Да, даже в корме, в ее натуральном корме, есть изюм, но там такие мизерные проценты этого изюма по сравнению с ее кормом. Смотри, уронила она эту штучку, вон она лежит. А, да. А то она начинает волноваться и уже смотрит в ту сторону. Вот, грызи. Тяжелые металлы. Уже говорили, но еще раз повторю. Цинк, медь, свинец. Даже если птица полишет металлическое изделие, уже будет достаточно, чтобы птица отравилась. Первый признак – это рвота. Вот, поэтому ни в коем случае никаких игрушек не давать. Ну, нервничай. Ну, еди на этом. Да, ну, так опять вбросила свою эту игрушку, вот и нервничай. Да. Никотин, аэрозоли, вот эти аэрозоли, знаете, которые пшикают, чтобы вот пахло в комнате приятно, там вот это все, ни в коем случае. Чистящие средства, ароматические свечи, тоже я хоть любила, но пришлось отказаться полностью от них. Все-таки палочки вонючки тоже на всякий случай? Да, да, ничего такого. Вот, все это нарушает работу легких. И тефлон. Вот тефлон – это самая-самая жуткая штука на самом деле. Если птица живет вот в таком open space, как у нас, то есть открытая гостиная, пуповая и кухня, все вместе, держите клетку подальше возле проветриваемой зоны, где все время гуляет ветер, включайте вытяжку, если вы что-то готовите на тефлоне. Лучше всего от него вообще отказаться, если у вас рядом вот с плитой живет птица. Ну, вообще газовые дела вообще плохи очень. У нас вот сейчас электрическая плитка, да, и у нас кухня чистая. А раньше была газовая плита, мы-то готовили мало, но постоянно был вот этот желтый налет, типа жирного везде. Мы думали, что это от паров, знаешь, жира, когда вот жаришь, да, а оказалось, нет, это от газа. Ну, это от газа, да, но вот тефлон, чем плохо, то, что он нагревается, он тоже для человека, он не опасно выделяет свойства, а вот птица, причем делали эксперименты, сначала не понимали, почему птица просто вот замертво падает, и все, не могли понять, в чем дело. Потом начали делать как бы выводы, эксперименты, смотреть, что влияет, и выяснилось, что да, пары тефлона. Ну, вот, а, кстати, вот я могу сказать про газ тоже еще один, минус газу большой, он нервничает, потому что хочет, да, хочет же свои эти ковырелки ковырять. Игрушечки, да, я же ей дала игрушки и не даю играть. Так вот, по поводу газа, у нас была просто двухкомфорочная в России плитка, небольшая совсем, и сверху бороги садились погреться, там была вытяжка маленькая такая, где-то сантиметра 5 в диаметре, трубка шла наверх, и они падали просто мертвые. Вот вам газ, всего одна комфорка работала. Ну все, отпущу я ее играть. Да, отпусти, а то она так хочет вот эту, в новую штучку пойти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok